Птицы. Куда же мы без птиц? Сидит красота. Да, всем привет. Собрались по-быстрому в магазин, по-быстрому, потому что уже около двух часов. Скоро Вада придёт. Завтра к нам придут, наверное, чистить вентиляцию, а может послезавтра. Хочу Паше заказать самокат. Посмотрела. Цены вообще недорогие на Амазоне. В зависимости от того, что за самокат бывает, трюковые, нетрюковые. Ну, 50-70 долларов вполне себе. Велики где-то 200 долларов, в Гудвилле 100. Ну, велик я пока не хочу всё-таки. У нас сейчас очень много всего в доме, там и коробки. Мне говорили, велик купить и вообще проблем не будет. Не надо будет кататься на этой ржавчине. Вообще проблем нету. Он недорогой. 100-200 долларов – это не так уж и много. Но проблема в том, куда его поставить. Сейчас у нас очень много коробок, которые муж вообще не выкидывает. Он их планирует использовать. Пока, когда будет там машину, в смысле запчасти, может какие-то там подкрашивать, шпаклевать. И даже если без вот этих коробок и запчастей на машину, у нас всё равно нету коридора такого широкого, чтобы можно было. Сзади едет автодом. Неправильно сфокусировала, уже проехал. А самокат, в принципе, он узкий. Можно, наверное, воткнуть рядом с Валиным. Муж сказал, на такси прибыло очень много людей, русскоязычных людей. Некоторые хотят говорить, некоторые не хотят знакомиться. Особо, ну вот, лучше всего знакомиться казахи. Люди из Казахстана, они более такие дружелюбные. Ну, он так говорит, я не знаю. На днях тоже познакомился с одним. Живёт здесь уже пять лет. И, ну, он старше нас. Работает на такси, жена тоже на такси. Машина кыс-кыс-кыс. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. В их случае киси-кыс-кыс-кыс. Прикольная машина. Заехали в доллар три. Такие кружки прикольные. Красивые. Тут коллекция пчёлок. Мусорные пакеты, нож, мыло и всё. Эти птицы очень противные. Они дрячуны, во-первых. Во-вторых, они прикуны. Вроде такие милые, такие противные. Предохранитель на что? Тут даже кипки продаются. Тридцать два доллара кипки. Цены на предохранителя. Три восемьдесят, да? Эта штука. И шайбы подарили, да? Какие? А, кругленькая вот эта штука. Все подарила? Центр. Приехали в Алге. Все ещё хиринг, хайринг. Хайринг. Семнадцать долларов. Кому надо. Оказалось, в Руси. В брукколи написано два доллара. Так, это нормальная брукколи или нет? Я что-то не очень разбираюсь. Дело в том, что... Мне кажется, когда цветают, уже не очень. Детям понравилось. Хочу опять запечем. Так, и посмотреть неделю эту немецкую. Что там? Ты уже взял, да? Мандарины. У нас есть мандарины и бананов хочу. Бананы здесь, как и везде, пятьсот семь центов. Рябые. А это по семьдесят одному. Красивая. Арбуз четыре шестьдесят пять. Можно и две было бы картошки, наверное. В принципе, да. Парш три пятьдесят. Мясо сразу или не надо нам мясо? И вот этот... Будут теперь тефтели. У нас были котлеты, теперь у нас будут тефтели. Не знаю, а не хватит? В тефтелек еще рис, наверное, не хватит. А это какие-то как шашлычки. И сметана нужна. Я взяла еще колбаски. Так что, копченого иногда. Да? И йогурт. И йогурт понравился. Йогурт понравился. А, да, это кефир же клубника. И тут йогурт, кстати, ничего это было. Черника. Но он еще есть. Потому что у нас еще много йогурта. А он резкий? Он вообще как... Как йогурт? Как йогурт. Ну, имеет резкий такой, как в кефире вкус. Это просто гигантские оливки. Видел, какие они огромные? Я такие не хочу. Специальные... Мне мои нравятся. Специальные цели. Просто вот эти вот, по сравнению, это маленькие. Апельсины еще добрали. Все, в принципе. Итого это на 52, как там сказали. 52 доллара. Здесь у нас крышка газонов. Взяла газету посмотреть. В принципе... В принципе, не знаю зачем. На выходе лежала. Ничего такого нету интересного. Вот такая мне нравится, что это как сковорода сотейница. Что-то я не видела ее там. 25 долларов. Это как шумно. Вчера у мужа приключилась такая история поздно. Он ехал, перестраивался. И женщина в него въехала. У нее на машине царапина. Чисто такая... Он сфоткал царапину. У нас отключился видеорегистратор. В этот момент, я не знаю, как такое произошло. Он, в общем, состоялся разговор там с полицейским. Мало что понял. Муж теперь будет думать, что делать. по разговорам мужа виновата женщина. То есть, он просто перестраивался. Она не увидела что-то. Объехала как-то. Не знаю, что делать с этим. Объезд лошадки. У нас опять что-то меняет. Теперь у нас меняет ковровое покрытие на лестнице. И... Кстати, сюда можно зайти? Потому что в наш подъезд зайти нельзя. Да. Можно? Да. Кто? Сегодня жара такая. Я Вальку забрала. Сейчас с папой. Ну, сейчас папа возьмет вот это. Папа объезжает свою лошадку. Это новые твои татушки. Пока я тебе покажу все. А ты деткам отдала? Подарила? Брен сегодня не было. О, брен не было. А чушейки подарила? Да, дверь. Она поняла, что это? Да, она слежит. Пошла наклеила, да? Нет. Нет? Она в туалете наклеила. Ну, я говорю, в туалете. Для воды нужна. Ну, не съешь уже. Ага. Сейчас пойдем. Солнце, да, такое жаркое. Мы еле успели завали ей, короче. Пришлось выбегать из машины. У нас уже две фары стоят. Эта плохо закреплена. Муж пошел за зажигалкой. Что-то хочет тут, не знаю что, поджечь. И оно растопится и что-то. Ну, короче. Не буду глупости рассказывать. А эта стоит, вторая. В общем, осталось поставить бампер. Он его сегодня покрасил, доделал. Ну, там не хватило лака на кусочек. Не знаю, как будет смотреться. И все, наверное, машина готова. В принципе. Ну, как готова. Вот это вот еще бы, как бы, мелочи жизни. Но машина для такси. И, по-моему, это как класс комфорт. Если я правильно говорю. Вот это вот. Облуплено. Ну, и чуть-чуть видно, да, что вмятина. Вот тут тоже. Не знаю, будет он как-то это доделывать. А так, ну, что? Нормально. Вот машинка. И хорошо, что она именно молодая. Она 2021 года, напоминаю. Так что, надеюсь, нормально будет служить. У нас сейчас вообще 7 вечера. Думала пройтись куда-то. Сама не знаю куда. Села я была сегодня монтировать видео. Вот только что сидела, пробовала монтировать. Сижу, занимаюсь тем, что режу, 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 режу. Вообще ничего не интересно. Ловлю себе на мысли. И это было. И это я уже говорила. Во-первых, вот эти все места. Во-вторых, ну, вот на данный момент какое-то отсутствие новостей. То есть вообще застой в жизни. Ну, машина ремонтируется. Что еще? Я не знаю даже что. Вот то ли у меня какое-то выгорание произошло опять. У меня уже был период выгорания, когда не знала. Не хотела снимать. И вот сейчас опять. Мне это вообще не нравится. Потому что есть свойство характера у меня такое, что периодически выгораю. Становится скучно. То есть я такой увлеченный человек. Вот я увлекаюсь каким-то хобби, каким-то делом. Появляется какой-то интерес. И проходит время. Все. Мне не интересно. Это плохо. Это какая-то, наверное, незрелость личности или что-то в этом роде. Мне это саму жутко бесит. Жутко не нравится. Сейчас вообще ожидается жутко интересная жизнь. Лето. Будем сидеть дома с детьми. Может, будет на работе, а мы будем сидеть дома. Не знаю. Хочется куда-то поехать. И уже много раз вот так начинаю вроде что-то вам рассказывать. А потом просто прерываю и удаляю. Кажется, что ну не интересно. Мне кажется, я психологии своей перечитала. Я убрала всю художку и читала-читала психологию. И дошла до такого момента, что такой откат у меня произошел. Когда ты накопал что-то на себя. Дело такое. Вот. Но не знаю, что с этим делать. С этим вот всем грузом. Это надо, по идее, нести к психологу, к психотерапевту. Разбираться, копаться, как-то что-то решать. А так, получается, раскопал вот эту вот ямку. И падаешь в эту ямку. У нас были вот планы и на океан съездить летом. И хотелось посмотреть Вашингтон, Нью-Йорк что-нибудь. Города какие-то. Летом, мне кажется, там будет классно. Нежели как мы зимой по Чикаго ходили и дождем нас заливало. В общем, было не очень так комфортно. Дети завтра уже сдают хромбуки свои. Вместе с зарядными устройствами. И Тимофей говорит, я вообще не понимаю, зачем мне ходить в школу. Потому что уже как бы все закончилось. Там остались у них, по-моему, один вроде тест, может два. Да. Языковые, по-моему. То, что английский для... Английский как второй язык для иностранцев, я имею в виду. А так они все сдали. У них июнь здесь в американских школах. Это такой, по-моему, развлекательный месяц, по крайней мере. Вот в началке, в седьмых, в пятых классах, в шестых. Им будут устраивать какие-то праздники, вечеринки, батуты, ярмарки. В общем, такая веселуха. Вот эти кусты позади меня. Они на самом деле обитаемы. В них живут птицы. Я дернула ветку, и оттуда птица вырвалась. Это у них как одно огромное гнездо. Скажу такую интересную мысль, в кавычках интересную. О днях говорили с мужем про переезд. И что-то он уже подумывает. Подумывает остаться здесь. Потому что у нас, значит, документы, вот эти все судебные разрешения на работу моё. Они придут где-то июль. Июль месяц, начало августа. И туда-сюда начинается уже детская школа. Апартаменты у нас продлились автоматически еще на год. То есть до следующего марта получается. Мужу нравится здесь работа. Потому что аэропорт большой, очень много рейсов. И нормально можно зарабатывать. Мне это, конечно... Если честно, меня вообще это не радует. Меня не радует и какой-нибудь такой переезд импульсивный в какую-нибудь Калифорнию, в Нью-Йорк. Хочется нормальное место для детей, для семьи. Ну и в то же время вот жизнь здесь, на этом месте здесь. Ну, неинтересно. Здесь скучно жить. Здесь вообще ничего особо не происходит. Так что я не знаю. Либо будем искать другие апартаменты. Потому что я говорю, вот мы сегодня ездили в $3. И, значит, там $3 находится. Там есть светофор. Можно перейти по светофору от $3 и чуть-чуть пройти дальше. Альди. То есть там есть светофор. Там есть пешеходка. Есть магазины, получается. И там вот позади этого всего есть апартаменты, в которых живет, по-моему, подруга моего сына. И это апартаменты, которые мы собирались снимать. Но нам почему-то, я не знаю почему, нам показалось, что там абсолютно ничего нет. Я не знаю, что мы там смотрели, как мы смотрели, каким местом мы это смотрели. Но, тем не менее, мы отказались от этих апартаментов. Что-то нам не понравилось. И не понравилась местность вокруг. А, как оказалось, там как раз таки вот можно дойти до магазинов. В то время как здесь... Ну, я уже не буду повторять. Я же говорю, потом приходится все это резать. Одно и то же говорю, говорю, говорю. Вы сами знаете, что здесь. Здесь ничего нету, кроме уточек и озер. Что само по себе, наверное, неплохо, но должно быть в меру всего. И инфраструктура, и уточек. Вот так. А почему переезжать еще? Муж в том числе не очень хочет, не только... Ну да, в основном из-за работы, потому что вроде как нашел какой-то, получается, заработок. Плюс здесь очень хорошие школы у нас. И, ну вот, если ехать, он говорит, то это ехать в Нью-Йорк. Вот прямо в Нью-Йорк, Нью-Йорк. В который я как раз не хочу. В этот сам Нью-Йорк, Нью-Йорк. Мне кажется, это не город для семей с детьми. Да, там всего будет в достатке. Но я знаю, что из Нью-Йорка как раз таки люди уезжают. Вот, типа, в наш штат или еще куда-то. Как раз семейные люди. Да, и плюс у нас, получается, суд на 25-й год. На 25-й год здесь, в Шарлотте. И, то есть, у нас есть еще время и получить вот эти вот документы. И можно переезжать еще туда дальше, не торопиться. В общем, не знаю. У нас обычно решение вот так, к сожалению, принимается очень часто в жизни, спонтанно. То есть, мы думаем, 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 откладываем что-то. А потом буквально за неделю можем... Там люди что-то на мусорку выносят, какая-то жизнь кипит тут. Я сижу просто за машиной и слышу, там люди и бегают, и что делают. Или потом, короче, за неделю вот так раз можем собрать вещи и уехать. Это тоже не очень хороший вариант. Нужно все продумывать тщательно, чтобы потом вот так вот не жалеть, что ты поселился вообще где-то на выселках. Вот тут, где птички поют и зайчики бегают. Пока муж не пришел, я что-то машину охраняю. Говорит, охраняй машину, пока я не вернусь, чтобы... Люди бегают там. Чтобы на запчасти не растащили. Но это шутка. Он реально тут все выложил, все инструменты пошел за этой зажигалкой. Мне еще вот писали неоднократно, удивляются, почему я не попробую себя в педагогической деятельности, если я якобы педагог. Я уже, по-моему, отвечала, но вот все равно пишут и, наверное, снова отвечу. Я не педагог вообще ни разу. Вот вы представьте, вы, допустим, получили какую-то профессию 20 лет назад. Не знаю какую, любую профессию. И вот спустя 20 лет, не занимавшись вообще ничем подобным, внезапно идти в эту профессию. За 20 лет уже, во-первых, у меня было дома пианино. И я, ну так, разминала пальцы по столько, по сколько. То есть я хотела, играла для удовольствия, хотела, не играла. Сейчас я не играю уже, я не знаю сколько. Ну вот сколько здесь живу, допустим, в Америке, я не играю. Это нужна тренировка. У меня пальцы все уже давным-давно корявые. И педагог должен уметь показать своему ученику что-то поиграть. Но даже не это главное. У меня нету абсолютного навыка обучать детей. Я этим не занималась. Я этим занималась, когда училась в консерватории ровно один месяц. Я устроилась где-то, уже не помню даже на каком курсе, на третьем или на четвертом. То есть мне было... Такое ощущение, что они рядом со мной тут сидят. Мне было там, ну, 21 год. Сейчас мне 41. Это было 20 лет назад. И я месяц поработала педагогом. И мне тогда жутко не понравилось. То есть я была музыкантом. Чисто вот поиграть на рояле, повыступать, поездить на конкурс какой-то. Я перервалась, потому что пришел Виталик, не нашел зажигалку. Меня всегда удивляла, как мужчины иногда не видят то, что лежит у них буквально под носом. Ну вот это всегда так. Я пошла, принесла. Оно реально лежало с краю. В том ящике, где я сказала. Я в шоке. Как это получается? Как это мужчина умеет так делать? Интересно прям. Вот и вышла и не договорила. Ну, в принципе, понятно вот то, что я хотела сказать. То, что я никогда не преподавала. И поэтому, собственно, и здесь я не могу преподавать. Без опыта. И без вообще, без всего. И без желания. Ни опыта, ни желания преподавать у меня никогда не было. И спустя 20 лет это вряд ли само собой вообще как-то возникнет. Так что как-то так. Просто это так кажется, что если человек умеет играть, допустим, на фортепиано профессионально, то что там ему стоит там сесть и научить другого человека играть. Вот там показать вот до, вот ми, вот соль. Но там же очень много тонкостей. На самом деле. И люди к 40 годам уже имеют какой-то такой немаленький опыт преподавания. Не то чтобы в 40 лет. Ну, я даже не могу начать. В принципе, мне не с чего начинать. Я изначально не умею преподавать. Так что и желание, чтобы я вообще обучилась музыке и стала, возможно, педагогом было не мое изначально. Это было желание моей бабушки, которая меня отвела в музыкальную школу. Да, мне нравилось играть, выступать. Но и все. И на этом все. И когда я закончила консерваторию, у меня появилась семья. Появилась семья, дети. Я вот этим всем и занималась. Я подходила к пианино. К пианино. К пианино. К пианино. Там. Все реже и реже и реже. Потому что когда у тебя дети, грудные дети, один за другим появляются. Ну, тебе не до пианино явно. Естественно, я нута не забыла. Естественно, я могу играть. Но подвижность уже пальцев не та. Надо все восстанавливать. Нужно заниматься. Это как, не знаю, спортсмен, фигурист какой-нибудь, 20 лет назад катающийся. И спустя 20 лет, 40 лет там, ну, может он начать опять кататься? Мне кажется, нет. Преподавать я не знаю, насколько там все, какие там тонкости. В музыке там много тонкостей. Там нужно изучать. Там нужно знать, какая там литература сейчас популярна. Знать какие-то основы, базу. В общем-то много всего самого разного, разнообразного. У меня также достаточно много знакомых было. Однокурсников. И не только однокурсников, но, в общем, людей в этой профессии, которые не стали педагогами. Они либо занимаются тоже концертной деятельностью. Если ты закончил консерваторию, это не значит, что ты именно врожденный, прирожденный педагог. Это нужно уметь, это нужно любить. Это не каждому прямо вот так вот дано. А то у нас много, наверное, таких педагогов, которые вообще занимаются, ну, работают в этой профессии, но они и детей видно, что не любят. То есть так себе. Уже просто не знают, что им делать. Не могут ничего другого. Но такие педагоги, когда я, даже я училась в музыкальной школе, где тоже такие педагоги встречались, которые отбивали охоту в музыкальных школах детям заниматься вообще музыкой. Я вот таким педагогом не хочу быть, в принципе. Не хотела быть. Сейчас я даже об этом не рассуждаю. Я имею в виду, не хотела быть изначально. То, что я не чувствовала к этому тяги. Вот у меня есть знакомая, которая преподает. Но она не любит это делать абсолютно. Когда мы с ней об этом общаемся, она вот это именно и рассказывает, что ей это совершенно не нравится. Это не её профессия. Она любила быть тоже исполнителем, но приходится... Единственное, что она это делала сразу. То есть она пошла в педагогику сразу после консерватории туда-сюда. И у неё сейчас опыт как раз несколько десятилетий. Но человеку не нравится. Есть те, которые закончили и ушли вообще в левую профессию. Вот тоже нескольких знаю. Вообще вот просто далеко от музыки они. А я, получается, в семье растворила, что плохо, хорошо, но что имеем, то имеем. Вечерний пруд. Здесь люди бегают, ездят. Всё как обычно. Процеплю даже говорить не буду. Вообще не буду говорить. Просто найдите цаплю на моё видео. И всё. И оставим её дальше без внимания. Готовятся отмечать День независимости. Повтыкали одинаковые флажки. Флаги Америки, маленькие, вдоль домов. Возле прям каждого дома. Он 4 июля будет. Сейчас май. Они же везде спешат всегда. Валя мне слепила Стича. Это из мультика. Мультик есть такой. Лила и Стич. Вот этот. Ну, посмотришь завтра. Вот это вот Стич. Такой зверёк инопланетный. Вот. Такой здоровский. Это из лёгкого воздушного пластилина, который я заказывала на тему точка ком. Вот такие изделия вообще классные, классные. Получается он лёгкий. Он называется воздушный, по-моему, да? Правильно? Он воздушный называется. И вот он изделия потом получается именно вот такие воздушные, как зефирки. они лёгкие. В общем, такое творение.